Добрый вечер первого будничного дня после новогодних каникул, дорогие телезрители, канал Саха24 и НВК Саха. С вами в студии Дмитрий Аргунов и программа «Будничный суперпрайм. Не пропустите главного». И за все время, которое с 31 декабря по вчерашнее число, я тут много думал, размышлял и решил возродить некий такой суббренд сельского деда, который решил поиграть в пресс-казино. Тем более, повод подходящий. 13 января у нас день российской прессы отмечается, в связи с чем я сегодня и собрал в нашей студии очень компетентную, задорную, веселую, профессиональную аудиторию. Мы начинаем. Тема нашего разговора о состоянии дел в якутской журналистике, чтобы там не говорили, не говори про злопыхателей. Вообще, мы, поскольку являемся носителем некого передового, скажем так, мнения, у всех, скажем так, на виду, у всех на острие языка, есть какие-то методы противодействия даже нашей профессиональной структуре, так называемые народные мессенджеры и прочие социальные сети. Но хотелось бы рассмотреть состояние дел якутской журналистики не только в связи с грядущим праздником. Вообще, вопрос качества подаваемой информации, вопрос качества якутской журналистики именно может стать достаточно, ну не то чтобы острый, все-таки год 2016, он еще и выборный, давайте не забывать об этом. И подряд пойдут. И подряд пойдут, да, скажем так, веселье и прочий сенокос, но так что очень надо быть, скажем так, скрупулезным подачей информации, ну, скажем, события последних дней особенно это подчеркивают. Я не хочу тут конкретизироваться ни на каких наших друзьях-коллегах, просто давайте мы поговорим в трех аспектах. Вот повышение, выстраивание идеальной модели якутской журналистики, оно вообще возможно или нет, если возможно, то с какими механизмами придется работать различного рода и монетарными, и технологическими, и даже какими-то юридическими, этико-морально-этическими механизмами. Так что давайте, ну, я вот так вот, дамы вперед, наверное, да, Татьяна Владимировна, как номер один риски нашего сегодняшнего пресс-казино, я, да, дам опик. Да легко. А на самом деле ситуация в нашей журналистике, я так считаю, парадоксальная. Такого количества ресурсов, интернет-ресурсов, которые есть у нас, мало в каком регионе можно найти. Ну, в основном центральных, Москва, Санкт-Петербург, а если взять регионы Российской Федерации, наберите просто в любом поисковике электронные СМИ, ну, максимум десяток названий. А у нас в якутском сегменте больше 30 в данный момент действующих, скажем так, информационных агентств. С одной стороны, это подстегивает конкуренцию, это неплохо. Каждый старается быстрее опубликовать какую-то информацию. С другой стороны, страдает эта информация в плане достоверности, потому что проверять времени просто не остается. Выплеснул и побежал. И здесь поднимается вопрос ответственности за то, что ты сказал. Потому что республика маленькая, регион маленький, и обязательно, напечатав что-либо, ты кого-либо заденешь. Кого-то обидишь, кого-то оправдаешь. Нельзя чихнуть, не задев чьи-либо интересы, да? Ну, можно, конечно. Я вот, кстати, приводила у нас в предыдущей беседе пример Сахалайфа, который освещал вопрос с театром нашим. Грамотно, взвешенно и со всех сторон. Респект просто Софье, потому что освещено было очень хорошо. С другой стороны, я считаю, например, что многие вещи у нас поспешно делаются выводы до того, как... Ну, и можно взять моменты, когда касается каких-то судебных разборок. У нас пресса ставит диагноз до суда. То, что касается, например, скандалов здравоохранения. Диагнозы мы ставим до симпозиумов и так далее. Мне кажется, что вот это наша основная в данный момент проблема, потому что все-таки чем читабельнее СМИ, тем больше людей это читает, составляет свое мнение, формируется общественное мнение таким вот образом. Не совсем верно. Татьяна Владимировна, вы хотите сказать, что наши коллеги пытаются перехватить инициативу в любой отрасли, да? Будь то судебная какая-то, расследовательская, не знаю. Дима, да не только наши. Журналисты, по сути, профессиональные дилетанты. Мы все знаем лучше всех. Лучше медиков, лучше педагогов и лучше политиков. Жаль, что работаем в журналистике. Ну, планита такая, я бы сказал. Планита такая, я вот тоже сельский дед. Но мне вот интересно, хорошо, вот я сейчас то, что сказала, это касательно в основном нашей республиканской журналистики городской. Мне кажется, что в улусных СМИ оно несколько получше с этим вопросом. Афанасий Агитович, как вы считаете, как директор департамента по печати? Да, и вот тут представитель тоже улусных СМИ напрямую, редактор, директор Хангаласского холдинга, получается, районной газеты. Холдинг. Ну, холдинг, оно же выходит, скажем так, на двух языках же. Да, на двух языках. Ну, у нас вот, допустим, да, вот эта спешка не касается, скажем так, по объективным причинам. Мы выходим всего лишь два раза в неделю, так что время остается, да? Ну, я бы сейчас хотел сказать несколько слов вообще о судьбе улусной газеты, что ли, как бы. Можно сказать, что мы сейчас проигрываем соперничество вот именно вот этим молодым электронным СМИ. Потому что сейчас люди как бы разучились читать газеты. Раньше, вот, допустим, СССР считалась самой читающей страной на свете. Сейчас вот Россия, я думаю, этим похвастаться не может. Обратно уже не научатся. Да, наверное. И улусная газета, в основном тираж улусной газеты держится на людях нашего возраста, 40-летних там, а моложе уже нет. Просто дело в том, да, вот, допустим, вот человек носит в кармане целый мир. Что ему еще надо? Идти куда-то выписывать что-то? Нет, они этого молодые не делают. И у молодых, допустим, то ли самой школы, то ли еще что, отсутствует вообще культура чтения. Если посмотреть там посещение библиотек, я не думаю, что сейчас посещение библиотек такое массовое со стороны школьников. Может, там какой-то коллективный поход по принуждению или еще что. Как раньше в театр ходили, да? Как бы так. Строем. Ну, тут же еще есть, да, противовес, не противовес, скажем так, дополняющая такая тяжелая артиллерия в лице республиканской сахоязычной газеты, которая на ту же аудиторию работает, что и ваша, да? Ну, работает, но если взять по районам, то тиражи у нас несравнимые. Я вот хотел добавить, да, извиняюсь, да. Ну, вот мы говорим, что, да, молодые люди там мало читают и так далее. Это повсеместная проблема, да. И в Америке также, и в Европе также. В Финляндии и Финляндии только держатся газеты, да. Ну, может быть, это в культуре вообще чтения и в культуре потребления, медиа потребления и так таковой, да. Я думаю, что все-таки будущее за такими брендированными и опытными, и, ну, журналистами, которые все-таки проверяют достоверную, качественную информацию выдают, да. Когда очень много вот всяких сайтов, у которых, может, социальные сети, тот же WhatsApp, да, мы, я предлагаю, думаю, что вот наши официальные средства массовой информации превратились в тех, кто опровергает вот всякие домыслы, слухи и так далее, да. Это первое. И, во-вторых, недавно я читал, что вот провели в социальных сетях тоже вот молодые, да, вот, которые не читают, вы говорите, да. Они, оказывается, перепосты делают. Кто на первом месте стоит? Реа Новости и Тартас. Сейчас, то есть все достоверные, у которых мы, вот, мой дед, например, смотрел и Тартас, да, Реа Новости, сейчас молодые тоже этим репостами занимаются. Можно спросить, у молодого человека, может быть. Нет, ну, у молодого человека, но, тем не менее, да, я вот скажу, что на первом месте по посещаемости стоят-то очень сомнительные ресурсы, типа, я плакал ком, да, или там фишки нет. Развлечение. Да, одно слово. Продолжение темы районных СМИ. На самом деле, такая проблема есть. Проблема в том, что вот, ну, просто можно наблюдать, вот, если посмотреть на подписку, картина, как меняется по географии и по времени. С распространением интернета, да, у нас действительно реально падает подписка на районные СМИ. Но я думаю, что тут есть два момента. Конечно, скажем, новостью уровня страны, новостью уровня республики на сайтах всегда можно найти. Но, к счастью или не к счастью, но все наши сайты, электронные СМИ, они так или иначе сосредоточены только в Якутске. Про местные новости хангаласского УЛУСа люди по-прежнему могут узнать только в своей газете. Либо же какой-нибудь бред в WhatsApp вычитать, да. То есть, вот с этой точки зрения, вот с этой колокольни, если глянуть, да, наверное, районным газетам действительно надо больше ориентироваться не только на... Ну, мне по службе положено, я регулярно смотрю все наши районки, да. Ну, наверное, нам нужно каким-то образом перестраиваться, подстраиваться под интересы людей, а не только там, допустим, официоз печатать, да. Это один момент. Второй момент. То есть, умереть районки никогда не умрут. Если мы смотрим в Арктику, там, где нет интернета, по сути, там такой проблемы падения тиражей-то нету. Потому что люди, они два источника информации имеют. Да, это телевидение и районная газета. Все. Местные новости можно узнать только из районной газеты. И, кстати, республиканские тоже очень большую часть узнают из местной прессы, потому что республиканские СМИ до них не доходят. Ну, то есть, на самом деле, как и все в этом мире, наверное, процесс сложный, процесс противоречивый. И каких-то однозначных вещей, тут сказать, какие-то прогнозы однозначные делать нельзя. Что касается того, что молодое поколение перестало читать и никогда, значит, эта привычка не вернется, я с этим тезисом не согласен. К сожалению, мы в свое время взяли худшие образчики тех же самых западных СМИ. И начали пестовать. И даже с точки зрения образовательной, да, мы взяли западные модели, приложили на свое, скажем так, на свое общество. И в итоге мы получали действительно не читающую молодежь. Я сегодня хожу с идеей, которую пока никто не хочет поддерживать, но кроме собственного издательства Бичек. Я говорю так, хорошую, может быть, революционную вещь скажу, да, я очень уважаю наших якутских классиков, но привычку к чтению, да, они не дадут. То есть человек должен начать читать тот самый легкий жанр, причем написанный их ровесниками, молодежью, да, людьми, которые имеют, ну, скажем так, примерно одинаковый уровень образования, примерно одинаковое мышление, примерно одинаковое представление о мире. И тогда молодежь потянется читать. А начав с легкого жанра, придет когда-то и к классике. То есть нам нужно, на самом деле, вот лично мое мнение, все-таки немножко переориентировать наше книгоиздательство. Алексей, ты можешь возразить? Давайте я замечу так, насчет молодежи, которая не читает. На самом деле, в нынешнее время на молодежь валятся такие гигатонные информации, которых не было, вот, скажем, в ваше время. Вы там читали… Дозированно все. Да, вот. Могли перечитать, читать. А нынешне такая ситуация, что на всех падает вообще очень-очень много информации. Это точно. Но вопрос в том, какого качества эта информация, да? И здесь хотел бы немножечко закинуть камушек в огород Афанасия Гитвича. Чья роль? Кто должен заняться распределением вот этого поля информации? Кто должен сформировать этот рынок информации? Надеюсь, речь идет не о цензуре. Хотите цензуры? Речь идет о формировании поля деятельности, которое на данный момент, если же мы говорим о проблемах, которое совершенно необработанное, абсолютно дикое. Заполняет его кто попало. Правильно? Правильно. Здесь, конечно, в такой ситуации могут… Кто-то может прийти совсем без кодекса. Игроки такие, у которых нет кодекса, нет понятия. Просто есть возможность тиражировать информацию. Я вот посмотрю в сторону Георгия Андреева. Человек на самом деле делает очень хорошо. Он просто приводит факты. Он не делает никаких оценок. Он говорит, вот произошла драка, принимало участие 14 человек. Приводит иллюстрирующую фотографию или видео, которое ему удалось накопать. Какой-то некий образец городских новостей. Это имеет право быть абсолютно спокойным. И методы распространения путем различных пабликов в социальных сетях. Вот она сидит, модель, скажем так. Вот есть факт, оценку давайте сами. Это так? Нормальная модель. Ну, средств очень много же. Это же средства массовой информации. Вот, да. Есть газеты, радио, телевизоры, социальные сети, да, журналы. Имею. Радио. Е-мейл. Да, радио, я уже сказал, да. Сказала. Мессенджеры, да, сейчас очень популярно. Ватсап. Да, ну, ватсап у всех есть, да. Да. По времени, ну, у человека же в сутках 24 часа. В 8 часов спим, скажем, там, часов 8 каким-то другим делом занимаемся, да, и в 8 часов мы имеем доступ к ватсапу, к мессенджеру, да. То есть, получается, в информационном поле сейчас процентов, наверное, 80, это ватсап, ну, мессенджер, да, ватсап, в том числе и социальные сети. А по поводу того, что люди перестали читать. Вот у молодежи сейчас самый популярный какой источник, ну, по моему личному, да, восприятию, это инстаграм. Инстаграм, это люди смотрят, да, там читать особо нечего. Да, это чисто визуализация. Визуализация информации. Это вот, что я хотел сказать по поводу предыдущих вопросов. Кстати, почему ватсап у нас до сих пор всех не поработил, потому что в группах ограниченное количество членов, да. Вот как только появится какой-то у нас мессенджер, там, где будет неограниченное количество в группе, когда газеты, информационные агентства, любой сайт сможет уйти ватсап и создать там, как сейчас в фейсбуке создаются странички свои информационных агентств. Кстати, вот мне интересно, очень добавляют к посещаемости сайта информационного своя страница в фейсбуке. Обязательно. Какой процент где-то? Это основа будет в дальнейшем. Но в дальнейшем, да. Я просто считаю, что как только ватсап, любой другой мессенджер создал себе газету там, все. Позвольте добавить немножко. Отличная идея. Вот ватсап, потому что они и зайдут, но просто все эти электронные средства распространения информации, они приводят к тому, что если с мобильного читать, там большие тексты, кирпичения не идут. Все сводится к тому, что информация идет в коротком виде, в ужатом. Только такая информация воспринимается через мобильные средства. Соответственно, здесь развернутого мнения не Даша, о чем мы и говорили. Оценки там давать не всегда, возможность дает пространство. Поэтому либо факт, либо какой-то конкретный ляп. А, то есть Георгий не дает оценки, потому что у него просто тупо нет места на экране. Да, потому что вот в это как раз и порождает вопрос времени и вопрос нехватки пространства. Потому что писать за мудрость в сторону и прочее, как требуется действительно по формату, будет сложно. Действительно будет сложно вот эту простыню все расписывать, кто сказал, а этот сказал так, а этот так, а утемнение такое, такое, такое. Нет, читать в каком виде. Еще добавляю, что вопрос, как Чуков правильно сказал, останутся уважаемые брендированные издания. И это очень важно оставаться качественным брендированным изданием. Поэтому через WhatsApp аналитика не пойдет и прочее. Будут только такие вот короткие. Только объявления, информация, реклама. Это не только в следствиях массовой информации. Вот наш коллега только что достал из кармана телефон и сказал, что вот оно, все, что можно посмотреть, весь мир перед тобой. Вы знаете, вот у каждого из нас есть телефон с интернетом, весь мир перед нами, библиотеки, музеи. Что народ читает в основном? Котиков и фишки нет? Посмеемся, да. Если бы так было, уже бы и газет не было. Они же есть, значит, есть кто читает. И есть те, которые будут там что-то печатать. Это привычка дурная. Коллеги, я абсолютно согласен почти со всем, что сегодня сказано. Во-первых, согласен с тем, что информация просто такой сумасшедший поток, что мы уже тонем в этом потоке. Мы не можем, не в состоянии вычленить главное от второстепенного. И поэтому так люди, извиняюсь за выражение, западают на жареное. Именно из-за этого. Потому что на самом деле главное, оно не всегда очень интересно. Второе, я согласен с тем, что вообще сами по себе электронные СМИ, как мессенджеры, социальные сети, они не предполагают серьезных, больших аналитических текстов. А мы сегодня, вот у нас сегодня ситуация, вот все эти новогодние выходные сидел, смотрел, специально, целенаправленно листал интернет. Потому что я вижу, да, сегодня у нас некая такая ситуация получается. Значит, одни визжат, там, цена на нефть опять упала, рубль падает, все, мы все, все кончено, мы все помрем. Другие тут наоборот, да, ура, ура, мы тут всех победим. И что читал в интернете Афанасий Агитович в новогодние каникулы и о путях развития якутской журналистики, мы сразу после рекламы. И главное, конечно, плакал ли Афанасий Агитович, руководитель департамента по средствам массовой информации, делам печати, пролистывая, ну, нефильтрованную информацию, которую он имел доступ в новогодние каникулы. Ну, давайте, если серьезно, о чем вы там надумали? Если серьезно, опять же соглашаюсь с коллегами на тему о том, что читать нужно бренды. Да, я читал Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК, искал аналитику и пытался понять, что же нас ждет дальше. Да, и насколько страшно то, что у нас там цена на нефть падает, рубль потихонечку падает, и чем все это закончится. Конечно, прогнозов очень много, но чем хороша современная жизнь, да? Когда мы имеем возможность, почитав два десятка, три десятка, пять десятков самых разных экспертов, может быть, с самыми противоположными мнениями, да, мы можем сформулировать свое собственное представление о том, что происходит в этом мире. Да, и с этой точки зрения, то, что вот сегодня говорилось о том, что это очень хорошо, что у нас очень большое количество СМИ, в том числе современных электронных, вот это вот наш плюс. Тут самое-то главное в чем, что вот есть возможность посмотреть разные точки зрения, за разные оценки составить собственное мнение. Я так думаю, что уровень подготовки кадров, которые работают на bbc.com, допустим, .ru, да, ком, я, конечно, и тех, которые могут работать на некоторых местных интернет-изданиях, я не говорю, я всемирно уважаю Якутия.инфо за то, что после некого периода такого критики со стороны того же Афанасия Гиточа, да, регистрируетесь, ребята, как СМИ официально, вы взяли и сделали, да? Они зарегистрировались. Ну, конструктивно, да. Вот качество подготовки кадров. Вот кто работает в СМИ, тот его и делает, получается, да, тот и является его СМИ. Я тут не говорю, что я там являюсь лицом НВК, да, получше, ребята, помоложе. Ну, можно я такую тоже, еще одну страшную тайну, да? Вот смотрите, я пришел в феврале в департамент по делам печати, огляделся вокруг и увидел, что у меня, особенно в районных газетах, не хватает молодых перспективных толковых журналистов, да? У нас на самом деле это очень серьезная проблема. У нас журналистика, особенно районная, она возрастная. Что я сделал? Я обратился, вот пропустив все сроки, по идее это делается до 1 ноября предыдущего года, но так как я пришел в феврале, и мне нужно было время оглядеться, я в апреле написал два письма Минпроф, наш, да? Одно письмо было. Прошу дать мне три места на отделение журналистики в СВФУ, да, чтобы готовить сахоязычных журналистов. И три места я прошу дать мне, департаменту, не мне, конечно, департаменту, да, для подготовки журналистов за пределами республики, да? И пять лет будете ждать? Потому что я хотел, чтобы русскоязычные наши журналисты, они учились за пределами республики, чтобы они не замыкались, вот в нашем, совершенно правильно было сказано, небольшом регионе, да, посмотрели другой мир, да, тот же МГУ, почему нет? Обучились лучшим вузе страны. Где и новости-то? С чем все кончилось, ребята? Где и новости-то, вот смотри, Агитович. До сих пор нас мотают, спрашивают, а почему ты написал эти заявки, а? Не было ли там у тебя какой-то корости? Да, была корость. Я хотел, чтобы у нас появились молодые, талантливые, хорошо подготовленные журналисты. А потом эти журналисты будут работать. Да нет, не будут работать. Ну вы как врачам, например, по миллиону давайте, по пять миллионов. Нет, я бы хотел добавить так. Есть такая проблема. Есть сейчас такой новый тренд, гражданская журналистика. Когда человек просто какой-нибудь чем-то возмущен, а он об этом рассказывает. И он делится своими мнениями и прочее. То есть здесь еще вопрос в интернет-неравенстве. Если в районы нормальный интернет придет, оттуда тоже будет идти информация. Люди будут сообщать о том, что о каких-то событиях и прочее. Они будут первоисточником, на них будут ссылаться и прочее. Почему, что мешает создать сайт? Если пришел интернет в УЛУС, создать свой сайт какую-то информацию. У вас же есть сайт на вашем УЛУСе? А у скольких УЛУСных газет сайты есть, Афанасий Григорьевич? УЛУСа. Сайт УЛУСа на Сахагу. Хороший вопрос. Не в Боковске. Три сайта, наверное. Три сайта, наверное. Да, вообще мало. Например, я шерстила сайты официальные УЛУСных администраций. Новости нужны были. Вот на Хангаласском сайте нашла, что начинаются планерки с декламации стихов к году литературы. Порядка трех тысяч прочитали. А почему бы это на более видном месте не поставить, например? Что мешает в УЛУСах свои новости размещать? Там размещены новости Яся, которые касаются этих УЛУСов. То есть они берут из якутских новостей. Ну почему сами-то не напишите? А в чем поле? Ребята, мне речь. Кадров не хватает. Действительно. Нет, ну кадры. Не надо, чтобы это было Лех Толстой. Нет, у нас сейчас 5 лет человека это мучает. Если человек просто может выражать свои мысли, хотя бы пишет наградки. Я всегда говорю, я политика говорю. Пусть это дядя Вася, который таксует между юристами и этим. Молодым парламентариям, депутатам, говорю. Говорю тем, кто в УЛУСах живет. Создавайте в соцсети, генерируйте новости сами. Не ждите, что вам позвонит журналист и возьмет у вас комментарий. Никогда не дождетесь, что вы каждому, каждому, каждому. Мы всегда опрашиваем ограниченное количество вип-персон, которые мы знаем, что дадут яркий и хороший комментарий. А для того, чтобы вы попали, вы должны сами иметь соцстраничку в сети и сами генерировать. Вот тогда вас будут цитировать. Я вам вопрос хочу задать, да, Софья, да? Какая новость набирает наибольшее количество лайков? Или, ну, просмотров. Просмотров, да? Популярные. Популярные, которые негативные или которые о каких-то, скажем, желток, так называемых, да? Что набирает больше интересов? Мы не говорим, хорошо это или плохо, да? Мы просто констатируем, что пользуется наибольшим спросом. Происшествия, кадровые назначения и сенсации, скажем так, желтока. Например, и животные, и всякие разные из навоза, например. Ну, в интернете же очень легко. А вот вы, когда выпускаете газету Сахасиря, такая, да, и вы думаете, вот читатель ее прочитал от корки до корки. Они у вас читают то же самое, то, что в интернете пользуются наибольшими. Я вот к чему вопрос задал, да? Аудитория. А вот недавно я был на, скажем, собрании гильдии печатников, да? Они всерьез думали, в Америке, кажется, обсуждают вопрос робо-журналистика, да? Там не человек подбирает новость ставить, да? А робот. То есть этот робот может подстраивать, скажем, чего человек хочет, тот и печатает, да? У нас такой робот есть якутский. Вот. И выбор редактора или вот человеческий. Как это? Там вот эта новость все-таки хорошая или плохая. Вот какие вот перспективы или плохие, да? Будут ли там комментарии негативные или плохие, да? Она как вот наступает другой период, когда вот все-таки роботы. То есть желание не журналиста, а, скажем, массы, да? Требования массы, да? Они выходят на первый план. Когда вы говорите, что вот шелухи много и так далее, котики и так далее, и так далее. Это же то, что вот может быть хочет все-таки массы. И не надо, я думаю, что наша роль журналистов, да? Не идти на поводу у массы. Да, ну а... Все-таки красивое, хорошее, доброе, о том, как, например, родился теленок в каком-то улусе, да? Или дойер надоил, двуголовый там теленок родился. Люди будут интересоваться, да? Или дойер надоил, вот как пример, да? Я соглашусь, потому что насчет идти на поводу массы, да? Мы должны учитывать все равно аудиторию. Мы должны учитывать интересы аудитории. Вот поэтому будут интересны блогеры всегда, например, да? Потому что у них свое мнение, да? И авторы, вот как бы говорили, что вот есть такая журналистка, это даже не журналистка, а просто факт, да? Имела место драка, вот это фотография этой драки и все, например, да? А есть авторская журналистика, когда не каждый ее может делать авторскую. Это надо быть элита, профессия, обозреватель, любые политические, экономические, там, искусства, культуры, да? Когда человек выдает свою собственную точку зрения, которую ни один робот никогда не напишет, да? А вот какой-то вал, естественно, это робот может. И сразу же, сразу же будут обвинения в субъективности. Ты, значит, происхождение из Мегина, Конголасского района, поэтому ты встал на сторону того участника конфликта, который также, с которым ты действуешь. Ну, субъективность, конечно, будет, естественно, но она, знаете, будет интересна в том числе. Я просто боюсь того, что гражданская журналистика, вот робо-журналистика и вот поведение самих людей, да, вот три буквы «С» было, да, чтобы сделать хорошую читать. «С» — сенсации, секс и вот третье я забыл. Скандалы. Скандалы, вот. Все люди будут над этим работать, то есть интересоваться вот этими «Дом-2», «Дом-3» и так далее, да? А кто же будет писать о том же «Дояре» с «Ханголасского улуса», который надоил? Скажем, мы напишем. Ну, давайте. Вот почему людей привлекла информация о человеке, который лепит из навоза фигуры? Потому что здесь нонсенс. Неприятные вещи делают эстетически красивую скульптуру. Мы, кстати, в этом человеке написали… А «Надои», «Надои», там, «пять тысяч литров надоил», для многих это абстракция какая-то. Ну да, «пять тысяч литров молока». Ну, я пойду в магазин, куплю молоко. Балбах уже не цепляет, уже всё, надоело каждый год, балбах. Пять тысяч литров. С чем другого? Слушай, вам надоело, а вы эту новость и печатаете? Сенсация до тех пор, пока вы не объясните, что на самом деле у нас в среднем надаивают меньше двух литров. А тут… Ну, люди этого не понимают, потому что они молоко едят в магазине. Демашин, 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 Демашин. Нет, тут дело подхода, как подать – это текущий катастроф. Тут, том-то и дело, что дело подхода. Если будем напирать, что, удваивая свои надлои, ДОР может получить двое больше прибыли, которую пустит, допустим, на что-то благотворительное и так далее, и так далее. Я не знаю, но это просто модель такая. Все равно будет какой-то немножко другой, чем отчетов в духе 27-го. Ну вот, это талант журналиста. Мысль другой. Талант журналиста, способ подачи информации. Новые раздражители искать в старом. Вот я и говорю, фестиваль Страганина, да, может ее освещать журналист из города Якутска, который говорит, вот прибыли из 13 улусов представители, которые строгают Страганину, а может ее освещать журналист родом из Абыя, допустим, да, который говорит, наши земляки успешно выступили на целом фестивале Страганина. Опять же, да? Или блогер приглашенный, которому миллион заплатили. Или блогер приглашенный, которому дали в рот. Открыли и положили вот этот кусочек Страганина в рот. Всегда, согласитесь, журналистам приятно, вот когда их привечают нормально и так далее, и так далее. У меня был, кстати, такой опыт, да, съемок на свадьбе. На свадьбе, ну, операторы вроде как тоже за людей считаются, и так далее. Их присаживают, там, привечают и так далее. А когда у меня произошел один раз срыв, да, а тут на свадьбе очень известный человек. Я просто, видимо, присел и так далее. И мне сказали, ты что расселся, тебе же оплачено, не работай. Вот если бы к каждой работе так подходили бы, да, а не только вот так вот. В смысле, ты Дима Томадой, что ли, был на свадьбе? Или ты оператором? А, вы фильм делали, как бы, а свадьбе? Да, да, да. Почем? Это мы отдельно обсудим. Дима, Дима. Кстати, вы знаете, вот, что мы слышали, а, извиняюсь, Алексей. Митрофон возьми, Татьяна. Да не мне, наверное. Слава сказал достаточно... Нет, вот это у Славы есть. Правильная вещь, то, что Чикур начал говорить, не закончил. На самом деле не нужно идти на поводу аудитории. На то мы, как бы, средства массовой информации... Да, до чего мы опустимся тогда? Да, мы должны формировать, как бы, вкус, понимаете? Это же ребенку можно всю жизнь показывать веселые картинки, а можно начинать какие-то хорошие картины, и все равно с возрастом у него сформируется нормальный вкус. Закончим мысль просто. Нет, я тут еще хочу сказать, что есть разница между... Вот мы смешиваем блогеров и СМИ, есть большая разница между журналистикой, как таковой, и блогерами, и социальными сетями, и тому подобное. Вот мы сегодня разговаривали утром, когда вот со Славой эфир был. Действительно, журналистика, это предполагает какую-то ответственность. А блогеры, социальные сети, WhatsApp, оно не предполагает никакой ответственности. Поэтому вот этот поток дезинформации, он идет бесконечный, и люди этому верят просто очень просто. Но на самом-то деле законодательство у нас такое, что из-за неконтролируемый вброс информации, в том числе и недостоверной, есть определенная доля ответственности, в том числе и уголовной, и административной, и уголовной. Не все просто об этом знают. Просто там ты не найдешь концы. Тут как истории, как с тем пастушенком, который пять раз кричал волки, пять раз народ был дезинформирован, на шестой раз, когда пришли натуральные волки, его просто никто не поверил. Есть какая-то аналогия? Да. Дмитрий, тут я опять скажу, может быть, нетривиальную вещь, да? На самом деле… Да все, что ты мне говоришь, нетривиально, на самом деле. И недостоверные сведения. Вот раньше была статья в Гражданском кодексе, там оскорбление чести и достоинства. Да. Почему раньше? Сейчас еще? Нет, секундочку. А сейчас еще появилось. 1 января прошлого года, теперь уже, 15-го, да? Она дополнена пунктом. Там сказано, что те же сведения, не наносящие ущерб чести и достоинству, но однако же недостоверные, да? Наказываются точно таким же образом. То есть, на самом деле, то, о чем мы говорим, это гражданский кодекс, это не закон о СМИ. То есть, это распространяется на всех, кто сегодня в мессенджерах сидит, в социальных сетях сидит, на всех, кто пишет, на публику. Значит, надо создавать прецедент, создавать, выискивать заведомо, скажем, недостоверную информацию и наказывать бабу Глашу. Но это сложно будет найти того, кто отправил. Рассказываю. На самом деле, вот это дело тех самых контролирующих и надзорных органов. Это не только Роскомнадзор, это и прокуратура тоже. Я сейчас скажу, да. И если мы уже об этом заговорили, да, то мы видим-то на самом деле, ну, есть такое, не все журналисты могут знать до конца законодательство. Но, очевидно, не хватает профилактики вот этих вещей. Тут действительно и прокуратура, и Роскомнадзор, они же не карательные органы, они надзорные органы. Они обязаны просто-напросто людей консультировать, людей просвещать, людей ту самую профилактику, скучное слово, но необходимое. Но это касается деятельности ИЦИКа, когда собираются, скажем так, нет, но дезинформация откровенная в WhatsApp. Особенно в это время, Марина, я имею в виду. Ну, еще рано так и говорить. Особенно говорю. Да. Мне кажется, мы должны пережить эту эпоху, как в свое время МММ и прочее. Вот люди доверяли кому попадя свои деньги. Обгорели, только вот, видите, не совсем помогают некоторые регулирующие методы. Она еще не прекратила, слава богу. А здесь нужно людей приучить, потому что есть качественные источники. Но, к сожалению, вот рядом с достоверными источниками действительно существует много тех, кто ради красного словца не пожалеет мать-отца, да? Вот. Поэтому здесь же проблема еще в чем? Вот смотрите, если журналист кого-то походя из-за невнимания, из-за незнания законов, просто ему, к слову, пришлось, обижает человека любого, да, вот, значит, то это нормально. Считается. А что такого-то? Я высказала свою точку зрения, да, я вот звезда, так. Имею право. Высказала, имею право. У нас свобода слова, да? А вот попробуйте заденьте какого-нибудь журналиста и скажите ему, что вот, а че же ты так? Поздравляю вас с Авранши, да? Вот. И что случится? Да, как? Меня журналисты обижают? Да вы что? Да у нас тут правительство такое, да общество у нас такое, никого не ценят, никого не любят. Вот. Обидели. Кровавый режим. Самого главного. Да, кровавый режим. Вот. Что касается законодательства, то, особенно во время выборов, то проблема в том, что журналисты его не знают. В этом на семинаре же проводим все. Просто не знают. Вот. И поэтому позволяют точно... Ну, хотя, знаете, я считаю, что зачастую отрабатывают деньги. Просто вот кося под дурочку, что называется. Опа, опа. Вот тут вот напрямую мы подбираемся к теме джинсу. Прецедента такого не было, чтобы журналисты за это судили. Не было. Бывает. Бывают и такие случаи. Вот. И просто отрабатывают. Поэтому я бы хотела сказать, что у нас очень умные люди. Читатели? Читатели, да. Читатели. Ну, я надеюсь, что и те, кто пишет, и зрители, да, и снимают. Вот. У нас вообще хорошее наследие в стране. Мы... Наши родители, мы с вами все из того еще поколения, когда мы читали, мы интересовались, мы смотрели Феллини, вот. Мы смотрели хорошие спектакли, слушали хорошую музыку и сейчас продолжаем это делать. А то, что наши дети этого не делают, ну, в чем проблема-то? Ну, давайте. И опускать журналистику вот до этих вот выхлопов, я считаю, что это неправильно. И мы должны объяснять и своим детям, и внукам. А вот насчет отрабатывают деньги, насчет статьи выборные, да, вот в Россвязь, комнадзор хожу, потому что не могу пожаловаться на отсутствие внимания с их стороны. Если Якутия инфо вот только зарегистрировались, как бы я подумала о том, что это у них впереди, да, это впереди у них. Потому что законодательство, вот в 90-е годы, времена романтической политики, романтическая журналистика, как легко дышалось, как было приятно работать, как можно было писать обо всем сейчас. О национальных проблемах писать нельзя. Подпадаешь под закон об экстремизме, да. Детские темы поднимать нельзя. Нельзя. Изображение ребенка ставить нельзя. Ничего нельзя. Теперь, значит, как мне разъяснили во время очередного похода в Россвязь, комнадзор, да, норма в законе такая, что по социальному признаку. Вот проанализировали партии. Вот понравилось, не понравилось, слабое, сильное. И в качестве примера, говорит, газета Якутия, возможно, Марина, это ваша статья, ну, вы полет обозреваете, возможно, чья-то другая, говорит, газету Якутия, говорит, мы этот самый, или оштрафовали, или там в суд подали. Это что такое? Ну, человек имеет право на аналитику, например. Предположим, мне нравится справедливая Россия, или единая Россия, или гражданская платформа. Почему в своем аналитическом материале обоснованно не просто так? Этого указывать нельзя. Нет, оказывается, вот нельзя. Должны быть оплачены из фонда, или это значит, или все плохие, или все хорошие. В жизни не нравится. Продолжение крика свободу попугая или свободу слова сразу после рекламной паузы, которая прямо сейчас опять у меня в режиссер вухе просыпается. Вы смотрите «Не пропустите главное» на канале НВК Сахай. Мы закончили на воззвании «Свободу попугая» или «Свободу слова» со стороны Софьи Владимировны Булчакей. Да что, в жизни нет места равенству. И журналист имеет право об этом написать. Софья Владимировна, только что со стороны Марины Колбасиной прозвучало «Давайте обсуждать партии в мирное время». То есть мы уже разделяем как бы… Ну, причем здесь вы… Ну, что значит «мирное», да? Ну, да. Не во время выборов. Да, не во время выборов. До выборов или после выборов. Конечно, существует законодательство. Пожалуйста, сейчас кто мешает анализировать деятельность партии? Я всегда говорила, почему обижаются, что не печатают, например, что… Ну, вы создаете информационный повод. Ну, вы выйдете на улицу. Ну, вы работаете. Ну, кто же про вас не напишет? Да и все напишут. Галина Алексеевна, все-таки со стороны Союза журналистов, который является, ну, таким профсоюзом мощным, да? одним из творческих союзов, работающих в Российской Федерации. Что… Я знаю, что вы проводите дичайшее количество тренингов, курсов и так далее, которые пользуются большой популярностью у представителей средств массовой информации. Давайте. В каком направлении еще предстоит идти? Дорогие коллеги, я сразу хочу отметить, вот мы сейчас сидим, говорим, обсуждаем, да? Спорим. Но все равно у нас качественные средства массовой информации. Что не говорите, качественные. Я часто бываю… Нет, нет, вы есть у Галины Алексеевны? Я часто бываю на многих российских совещаниях, и когда выступают руководители других средств массовой информации, я всегда сравниваю. И не перестаю этому удивляться, что у нас, хотя как бы это Дальний Север, у нас качественные средства информации. И в 90-х годах, когда распал СССР, очень многие издания исчезли во многих регионах, такие, как детские издания, литературно-художественные. Что там говорить про пенсионеров, да? А у нас все это осталось. Не только осталось, но и процветает. Например, детско-юношеские издания в республике у нас сохранились, это здорово. Мы говорим, у нас падают тиражи республиканцев средств массовой информации. А как мы должны же воспитывать детей с малых лет, чтобы они читали периодику? Вот поэтому мы должны уделять большое внимание именно детям и юношескому. Потому что они вот будущие читатели Сакасиряя, газеты Якутия, например, для всех ваших изданий. То есть, вы говорите, воспитывать нужно прежде всего читателей? Прежде всего читателей. А у нас начинают говорить, это пиар власти, поскольку газета, скажем так, питается от бюджетов. Еще говорю, у нас в республике сохранились даже литературно-художественные журналы. В других регионах тоже нет. Есть издатели частные, которые, ну, сами поэты, там писатели, они как-то находят учредителей и сами издаются. А у нас все это, пожалуйста, поддерживает правительство, финансируется, и они издаются. И единственное в России газета малых народов Илкен тоже издается в нашей республике. И действительно, я считаю, что у нас достаточно качественные средства массовой информации. Смотрите, да, во всех российских конкурсах, если наши участвуют, обязательно побеждают. Становятся газетой года, газетой России. В конкурсах побеждают наши журналисты. И действительно, вот я сама уже 34 года работаю в спере нашей журналистики. И всегда обращаю внимание вот именно на повышение квалификации. В связи с распадом России, когда не стало вот этой плановой вообще политики, да, по повышению квалификации журналистов, кто работает? Вообще журналистов. Раньше, помните, мы ездили, вот Малина правильно говорит, мы ездили повышать свои квалификации в Москву, да, в Хабаровск, да, в Владивосток, в Свердловск. Счастливые. Сейчас вот ничего вот этого нету. Потом действительно союз журналистов ежегодно, да, проводим семинары, приглашаем известных российских журналистов и, конечно, правоведов обязательно. Спасибо, кстати, за всю вот эту деятельность. На самом деле очень полезный семинар бывает. Вот я многое узнавал, когда медиа, вот эти форумы проходили и так далее, да, но все-таки я человек вот сидит, который агломерирует в себе и журналистов бывших не бывает, как и разведчиков, да, и тем не менее человек сидит в кресле замминистра культуры и духовного развития Владислав. Да, я согласен, вот тоже многие говорили о том, что у нас, скажем, журналистская сфера достаточно развита и это отмечают многие наши гости региона, которые приезжают, допустим, развита глянцевая журналистика, ну хорошо это или плохо, непонятно, да, допустим, на якутском языке, национальная журналистика, этого тоже очень мало в субъектах и многие, кто к нам приезжает, даже из национальных субъектов, они удивляются, насколько это у нас развито. И здесь также очень многие сказали о том, что действительно меняется законодательство, меняется жизнь и мы не должны стоять на месте, и действительно так. Ватсап, он тоже, в принципе, появился буквально два года назад, два-две года, и тоже он войдет в сферу законодательства, будут установлены какие-то регламентирующие документы, каким образом мы должны пользоваться, что мы должны делать, чтобы не нарушать законодательство и так далее. Было сказано по библиотекам, допустим, что не посещаются библиотеки, но здесь тоже можно поспорить. Точно так же, как газеты, как средства массовой информации, учреждения культуры, они не должны стоять на месте, они должны меняться. У нас сегодня, допустим, библиотекари обучают в сельской глубинке жителей пользоваться электронным правительством, заходить на электронное правительство, регистрироваться, получать какие-то услуги. Кто этому научит, допустим, в сельском населенном пункте? Это могут только сделать библиотекари. Их сегодня специально для этого обучают. То есть они тоже находят новые форматы общения, новые форматы общения с населением и форматы работы, и через это у них повышается статистика по посещаемости. У нас библиотеки сами не пользуются, не имеют проблем с посещением. Точно так же, почему сейчас средства массовой информации находят какие-то другие сферы деятельности, почему создаются вообще холдинги, почему у нас газеты начинают снимать репортажи, почему у нас Сахар Медиа сегодня фактически становится альтернативой национальному вещательному компанию в чем-то, в интернет-сегменте. Почему это возникает? Потому что жизнь не стоит на месте, мы должны меняться, меняется сфера, а в сфере... Кто же мигал Владислав? Вот не надо тут... На ваше поле только наступают, как будто... Кто быстрее, кто тяжелее, об этом можно спорить. Здоровая вот эта профессиональная конкуренция, она никому не помешала, никогда не навредит. Согласна, коллега? Конечно. Рискуя свалиться в пафосный пиар, органов власти? В том числе. Все-таки свои пять копеек тоже скажу. В прошлом году вместе с Союзом журналистов мы проводили медиафорум, приглашали Центр защиты журналистов. Если кто не знает, это такая организация, некоммерческая, которую едва не записали в иностранные агенты. Тем не менее, на самом деле, пользы от нее очень много, и я думаю, что мы этой весной еще раз их пригласим. Да, вот буквально на этой неделе мы проведем семинары с директорами, редакторами районных газет, с представителями, со специалистами Центра избиркома. Все-таки серьезная предстоит федеральная компания избирательная. Проведем семинары с Роскомнадзором по изменениям в законодательстве. То есть, говорить о том, что мы не даем возможности нашим журналистам самообразовываться, повышать свою квалификацию, нельзя. Вот я помню, помните, вот мы с Ахасилигерта этим летом, как хорошо, да, вот получилось, там у них два или три года даже не было потока журналистского. А мы нынче организовали поток, и молодым это так понравилось, на самом деле это было настолько полезно для молодежи. Перехватите, пожалуйста, микрофон. Я хочу сделать ронду, у нас остается буквально одна минута. Значит, что еще хочу сказать, у нас здесь прозвучала одна такая забавная вещь, что есть СМИ, есть блогеры, нет, ребята, нету СМИ, нет блогеров для обывателя, есть источник информации. И где бы он ни был, в блоге, в форуме, в СМИ, если человек пишет интересно, если это достоверно, люди будут ходить и читать. Ответственность, если печатное слово, она абсолютно одинакова. Закон один для всех. И, кстати, вот даже мы сидящие здесь, Гоша, насколько я понимаю, не журналист, не знаю, журналист ли Алексей, но тем не менее, они делают хороший, качественный продукт. То есть не нужно недооценивать альтернативные источники информации. Даже если фотографии... У нас много, и мы разные. Да, много, и мы разные. Свобода слова складывается из полифонии мнений разных источников. Мы говорили о кадрах, а вот, например, у нас в Молодежи Якутии сейчас идет новое поколение. Пришло много молодых, интересных, очень таких качественных, профессиональных журналистов. Чем я очень горжусь, особенно накануне нашего 100-летнего юбилея. Потому что буквально через год, в 17-м году, в марте, Якутия исполняется 100 лет. Мы старейшая газета на Дальнем Востоке. Так что я надеюсь, что... А, газете Якутия. Да, газете Якутия. Все молодые, красивые остаются здесь, в Якутии. Все у нас. Нет, хорошо, что мы заканчиваем на самом деле. Якутия молодеет. На такой позитивной ноте, да? Столетие. Да, скажи, буквально. Вот, нет, у меня есть микрофон. Значит, года два назад, помните, был такой, суета такая. Мы сейчас говорили о том, что WhatsApp не подсудебен, да? И что невозможно найти источник. Года два назад, когда вот девочки потерялись, было очень много фейков, ну, обманов, да? Мы вышли на создателей WhatsApp, ну, на штаб-квартиру в Испании. Они сказали, что они с органами МВД сотрудничать не будут. Но вошли в нашу ситуацию и сказали, что когда будет новый поток информации, чтобы мы предоставили точный текст, тогда можно будет найти первоисточник. Технически возможно. Технически, да. Я скажу, что мир информации, в котором мы все вращаемся, кружимся, он настолько прозрачный. И давайте помните об этом, друзья. Еще раз всех поздравляю с профессиональным грядущим праздником. Днем российской печати. У нас хорошая профессия. Да, у нас замечательная профессия. Замечательная профессия. И мы все очень замечательные. Да не прозвучит это как похвала. Люди, мы, конечно, по-разному все, конечно, разные бываем, но остаемся якутскими журналистами. С наступающим.